Девочки, мальчики, всем привет! Слушайте, как я замоталась всё тут делать, как вам? Скажите, как вам праздничный ужин от меня? Так, стойте! Вы знаете, я такого не готовила никогда, ну у нас не было таких мукбангов. Собака, как всегда, шуршит. У нас таких мукбангов не было. И вот сегодня этот день настал, я, честно, очень голодная. И вы знаете, наверное, у нас такого не было, потому что я не хотела так есть. Тут я прям мечтала именно о таком мукбанге. И давайте начнём. Здесь у нас свекольный салат с чесноком. Здесь у нас, знаете, такой консервированный салат. Ребят, представляете, камера затупила, а я уже тут есть начала. Ну, в общем, продолжаем. У нас тут салаты. Мой любимый оливье. Я уже, кстати, на камеру его показала, не увидела, что камера не пишет. Посмотрите. Я в восторге. Кто подписан на мой телеграм-канал, ссылка будет вот здесь, знает, что я очень хотела поесть именно такой еды. Вы знаете, такой домашний. Такой домашний праздничной еды. Я так соскучилась, ребят, поэтому... Очень соскучилась, потому что сейчас стараюсь себя ограничивать. Естественно, каждый день пюрешку я не ем. Я обожаю пюре. Это мое любимое блюдо. Еще больше я люблю пюре, когда оно со сметаной. Давайте польем. Мне кажется, будет вкусно. Вы знаете, как я делаю? Я сметану развяжу немножко с рассольчиком. Очень вкусно. Ребята, о чем сегодня я хотела поговорить? Я хотела вам рассказать историю из моей жизни. Сейчас дайте хоть вкусить. Ребят, сейчас посмотрите. Это мимоза у нас. Прямо, знаете, все мои любимые блюда на одном столе. Я обожаю мимозу. Короче. Была такая история. Как вы знаете, я очень люблю отдыхать на море. И вот как-то раз... Я этот момент же очень всегда жду. Мы поехали. Пехли в Таиланд. Мне несколько раз уже ездили отдыхать туда. Нам там очень нравится. Но... На острове, в принципе, скучно, если бы сидеть только на одном пляже. И мы всегда берем байке и катаемся по острову. Два байка берем. Я, естественно, еду сама. На отдельном мотоцикле. Ну и вот. Приехали, в общем, мы в Таиланд. На Пукет. Первый день нашего отпуска. И... Решили пойти поесть. И заодно взять байки. Сначала мы взяли байк. И на байке уже поехали... В ресторан. Знаете, это не ресторан. Московский. Это именно... Такое кафе. В стиле... Раста. Океана. Мы туда приехали на двух байках. Поехали. Место еще, знаете, шикарное. Ну прям... Нам очень повезло. Прям наслаждалась, наслаждалась я. Поели. И поехали обратно в гостиницу. Я на байке еду. И тут что-то меня дернуло, знаете. Я думаю... Дай-ка, ну типа, погоняюсь. Обгоню там. А там, знаете, там... Ну, такое движение. В Таиланде очень хаотично все ездят. Прям таких четких правил, которые не соблюдают движение, нет. Там, в этот циклистик, да прав. Ну, короче. Поехала. Поехала я на обгон. И такая ситуация. То есть, я обгоняю. Я решила почему-то обгонять по обочине. У меня просто еще на тот момент не было прав. По обочине нельзя обгонять. Я обгоняю, в общем, человека. Да, вот я. Вот он. Я его обгоняю, а он решает поворачивать. И я в него врезаюсь. Ну, очень тупо-тупо, конечно. Ситуация максимально тупая. Из-за меня. И я падаю. Ребят, первый день. Мы только взяли байки. И, естественно, я в прокате выбрала самый новый байк. Я падаю. Разбиваю в хлам колени. Разбиваю байк. И лежу на асфальте. Я просто вылетела с байка. Скорость была невысокая. Мы ехали километров 20-30. Но этого достаточно, чтобы тебя просто вылететь при таком ударе. Короче, я встаю. У меня шок. С меня льется кровь. И я типа садиться на байк и уезжать. Хочу. Ко мне... Знаете, это шоковая ситуация. То есть такое, а, что произошло? Все нормально, все нормально. А ко мне подходят люди. Останавливаются. Такие, все нормально, все хорошо с вами. А у меня, ребята, вообще там жесть. Просто я в мясо там стою. Этот человек уехал, в который я врезалась. У него просто была, знаете, такая тележка с фруктами. И старый байк. А мы поехали в отель. Приезжаем мы в отель. Я немножко отхожу. Вообще, прохожу в себя. И я понимаю, что у меня... Ребята, такие травмы. У меня в мясо стерта рука и колени. Я упала на асфальт. Я понимаю, что все. Ну, как бы я попала. Таиланд очень влажная страна. Там влажный климат. Там жарко и влажно. То есть... Раны не засыхают. Слава богу, ребят. Мы в тот момент были не одни. А с нами еще были знакомые. Которые в том сезоне, там они в прошлом году приезжали. Там молодой человек, он тоже упал на мопеде. И разбил тоже все ноги сильно. Они там чуть ли даже не в больницу попали. И вот он помог нам со всеми лекарствами. Какие-то надо присыпки, не присыпки. Ну, в общем, я первый день лежу. Астемиральный второй день лежу. Ребята, я даже встать не могла. А прикиньте, а мы приехали на 9 дней. И вот из них я уже 2 лежу, не встаю. на третий день. Ну, я понимаю, что надо как-то двигаться, потому что это просто жесть. Время идет. Блин, мы приехали, а я не купаться, ничего еще даже. Ребят, на тот момент я даже ни разу не искупалась. вот, и хорошо, что у меня была поддержка, потому что так вообще бы, я бы, наверное, там плакала целыми днями. я решаюсь, вот, поехали, как раз-таки встретиться с ребятами вечером. И вы не представляете, что это было. я сажусь на мопед с болью, со всем вот этим всем. Потому что колени, просто, представляете, каждый сгиб колена, это просто невыносима боль. я сажусь, еду, и мы выезжаем на тот перекресток, где случилась эта авария. Ребята, вы не поверите, меня как давай там колошматить. Я просто, там, знаете, такая ситуация, со второстепенной дороги надо выехать на главную. и я второстепенный. А я не могу. Очень вкусный салат. А я не могу, потому что мне страшно. А там, знаете, ни светофоров, ничего. Движение хаотичное. Я стояла там, плакала. Реально плакала 20 минут. Пока все-таки не решилась. Поехали, поужинали, все нормально. И, знаете, из-за этого подпуска в море покупалось раз, наверное, 5. И то в последние дни. И каждый раз, заходя вот в море, мне было, ну, понимаете, да, там рана, сильная, соль. И вот я помню, что я прям приходила на море к океану, ребят, не к морю. садилась и плакала. Глядя на это все, потому что мы приезжали на шикарнейшие пляжи. А я не могла купаться. А помню, приехали на пляж. Знаете, белый лазурный, белый песок, лазурное море. Никого вообще нет, почему-то мало было людей. Ну, буквально несколько пар. Такое. Мы сели еще под деревом. Мы сели под деревом. И я понимаю, что вся эта красота, как бы я вижу это, ну, море, океан, песок, небо. Все очень красиво, но так обидно от него, что ты не можешь искупаться, потому что для меня вот самое любимое, это именно купаться. не просто созерцать, а вот именно прям я в воде постоянно сижу. И я прям так горько-горько плакала. Конечно, я попыталась зайти именно на том пляже, но я не смогла. Я захожу, ужасная боль. Ну, я выбегаю, естественно, из моря. Вот. Вот так вот, ребят, я покаталась на мопеде. Потом мы еще раз ездили отдыхать. Я тоже брала мопед, но уже была очень осторожна. Потому что это на меня сильно повлияло. если у меня есть фоции с того отдыха, они будут в тереге. Не знаю, надо это выкладывать, не надо. Пишите в комментариях, если интересно, я выложу. Это вот я вчера перед сном лежала и думала, что вам рассказать. А я так сейчас на море хочу. Мне вспомнилась эта история, которую на самом деле я мало рассказываю кому. Ну, знаете, потому что что это рассказывать, правильно? что это рассказывать, кому это интересно. Упала на мопеде, ну, бывает. Но отпуск у меня был испорчен. Поэтому, если на чем-то таком катаетесь, будьте вообще убедительны. Ну, так, в принципе, в известных странах это безопасно. Безопасно кататься на мопедах. Там все уступают мопедам. Но я просто по глупости это было. Но и так движение, знаете, бешеное. Ребят, я наелась. Очень было все вкусно. Спасибо вам большое, что поели вместе со мной. Хочу тебе сказать, если ты еще не подписан, подпишись. Это поможет развитию моего канала, моей мотивации. В следующий раз мы снимаем сырники. Девочки там просят, не могут сырники, сырники. Поэтому все, в следующий раз мы делаем сырники, делаем сладости. Но, извините уж, отвела душу, потому что не могла. Хотелось вот такого вот поесть пюрешки с курочкой. Вот. Всем большое спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok